информационная гигиена она как бы касается вот нескольких пластов есть пласт воздействие информации на развивающийся организм то есть вот это то что связано с школьной гигиеной воздействием на информации на подростка какие тут есть риски и как предупреждать отрицательное воздействие на здоровье ребенка подростка правильно потоки информации регулировать чтобы вырос достойный там чем общество образно говоря есть пласт связанные с воздействием информационных технологий на человека ведь что такое гигиена вот чтобы понимать там то есть вот есть блок информация информационная вот есть гигиена гигиена это богиня здоровья а здоровье это психическое физическое социальное благополучие поэтому тематики как сохранить здоровье человека при обилии и разнообразности информационных потоков вот это как бы и затрагивает вот воздействие как бы на подрастающее поколение вот профессиональная деятельность профессиональная деятельность там много различных позиций одно направление там это офисные планктоны много компьютеров и глаза квадратные компьютерность другое направление это скорости транспортных средств и там становится ясно что за короткий промежуток времени человек должен адекватно среагировать на какие-то проходящие что там машины там что электропоезд что самолет позиции информационной гигиены связанная с самим понятие информация есть количественная позиция есть качественной позиции качественной позиции становится ясно а я слышу меня услышали речь разбираем звук какого качества звук артикулируется или приходит в децибелах в частоте в герцах физика информация количество количественной позиции к информации связанные с освещенностью с яркостью различаемых текстов а что на экране вот это читаемо или в книге какой величины текст какой величины текста должен быть в школьных учебников допустимо ли внедрять электронные учебники то что связано с позициями в люксах с контрастностью текстов от общего фона это блок физических параметров информационных сигналов которые приходят каждому другое направление связано с объемами материальные носители там книга информационно-коммуникационные носители телевидения интернет компьютер и временем проводимых человеком по получению этой информации вот тут должны включаться ограничения те которые то сказать прописываются в гигиенических нормативов как для производства там 45 минут поработал 15 минут отдохни как для юношества в день один час полтора противном случае это может приводить к компьютерным синдромом в аддикциям социальных сетей лудоманиям есть еще термин но мамония это проблема появившаяся страх остаться без телефона и вот направление которое так сказать связано с попыткой продления информационного продления жизни которая связана с этически моральными позициями взаимоотношений но это информационное прежде всего взаимоотношения то есть как человек как люди между собой обмениваются так старшее поколение знает то есть она востребована она соответственно она себе прогнозирует более длительную жизнь или как бы этого этого не складывается но мне будет интересно делать чтобы обновь расчалить себя на моя жизнь и alpha не это была очень хорошая71 пemarketing карта не имеет такая вот поэтому все еще не они должны быть в нести их как находится в одном и таком 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 и таком